МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня рассуждал о врагах нации, которые плетут заговоры и устраивают атаки для дестабилизации ситуации. Правда, конкретно Пакистан в своей речи политик ни в чем не обвинял. А вот его коллега Имран Хан тоже выступил в парламенте своем и напрямую обратился к Индии с призывом. Давайте послушаем. Я обращаюсь к Индии и прошу не осложнять ситуацию, потому что, что бы ни случилось, Пакистан будет вынужден ответить тем же. Мы приняли решение передать пятницу индийского пилота в качестве мирного жеста. Я также надеюсь, что мировое сообщество тоже сыграет свою роль в решении проблемы, чтобы не допустить ее эскалации. Ну, тут сразу хочу отметить важную деталь. Переговоры Индии и Пакистана, если они будут, конечно, могут состояться при содействии России. Сергей Лавров, по крайней мере, заявил, что Москва готова предоставить площадку, если понадобится. Что сегодня происходило на линии соприкосновения в Кашмире? Ну, по данным индийских СМИ, первыми огонь открыли пакистанские военные. Было 6 утра, обстрел ввели из минометов и стрелкового оружия. Индийская сторона ответила симметрично. Утихло все только через час. Однако уже днем произошел второй раунд, и снова зачинщики-пакистанцы, пишет агентство ANI. Власти штата Джамму и Кашмир приняли решение закрыть все школы в районе 5 километров от границы. Также, по данным газеты Times of India, New Delhi отправил 500 автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов на свои авиабазы в Кашмире. Не допустим войны. Это еще в среду говорили официальные лица в New Delhi и Сламабаде. А вот мнения простых индийцев и пакистанцев на этот счет разделились. Пакистану нужно преподать урок. Наши власти приняли правильное решение. Все, что делает премьер-министр Моди, я одобряю. С этой ситуацией надо покончить. Терроризм уже стал обыденностью. Мы теряем наших военных и средства из бюджета. Нужно разобраться с этим уже раз и навсегда. Наш премьер-министр сказал, что нужно сесть за стол переговоров. Война не пойдет на пользу никому. Наш народ един на случай, не дай бог, конечно, если ситуация станет еще хуже. Но если это и произойдет, война затянется. Потери будут для обеих стран, поэтому лучше все обсудить, а не воевать. Ситуация обострилась из-за выборов в Индии. Поэтому Индия атакует Пакистан. Это они начали, а мы просто защищаемся. Но войны быть не должно. Индия и Пакистан десятилетиями ведут спор о территориальном статусе Кашмира. Трижды воевали, и вот новый виток конфликта. Давайте вспомним, что к этому привело. Обострение конфликта началось 14 февраля. В штате Джаму и Кашмир произошел теракт. Его жертвами стали более 40 человек из числа военной полиции. Ответственность на себя взяла сепаратистская группировка «Джаишья Мухаммад». 26 февраля индийские военные самолеты нанесли удар по ее лагерю в пакистанской части Кашмира. 27 февраля в небе над Кашмиром завязался воздушный бой. Пакистан объявил о том, что сбил сразу два индийских самолета. Один из них упал на территории подконтрольной Исламабаду, второй на индийской стороне. Позже стало известно, что произошло. Пакистанская авиация атаковала военные объекты Индии в штате Джаму и Кашмир. Нью-Дели в ответ поднял воздух в несколько МиГ-21. Власти страны подтвердили, что потеряли только один истребитель. Еще один, уже пакистанский, сбили. В Исламабаде при этом заверили, что их F-16 в этот день даже не покидали базу. На этом расхождения в данных у двух стран не закончились. Противоречивые сведения приходили о судьбе летчиков. Сначала Пакистан сообщал о задержании двух пилотов. Затем уточнил, что под стражей в итоге находится только один. Кадры с пленников в повязке на глазах вызвали возмущение в Индии. Нью-Дели потребовал немедленно вернуть летчика и обвинил Исламабад в нарушении Женевской конвенции. Проявить сдержанность Индию и Пакистан призвали многие мировые державы, в том числе США и Россия. Турция и Китай готовы выступить посредниками при дипломатическом решении спора. Полномасштабная война никому не нужна. Это признают и индийские, и пакистанские власти. Но понимание между ними на этом заканчивается. Индия обвиняет Пакистан в поддержке радикалов, которые выступают за отделение Кашмира. Но несмотря на напряженную обстановку на границе Индии и Пакистана, одна традиция остается неизменной. Известная на весь мир церемония смены караула с участием военных двух государств по-прежнему проводится каждый день на закате. Это неудивительно. Надо учитывать, что это хотя и дежурное действие, но символичное. Оно призвано демонстрировать друг другу силу, мужественность и военную выправку. Но в то же время, пока проводится ритуальное закрытие границы с обязательным руковопожатием пограничников, есть шанс, что отношения стран продолжатся. Еще одной пострадавшей стороной от этого международного конфликта невольно оказались путешественники. Воздушное пространство над Пакистаном для коммерческих рейсов закрыто со среды. По последним данным, Управление гражданской авиации страны откроет небо в пятницу к 11 утра по московскому времени. Российские авиакомпании накануне были вынуждены в срочном порядке менять маршруты. А это задержки, отмены рейсов, увеличение времени полета, как следствие удорожания билетов и туров. Особенно многолюдно в последние сутки было в аэропорту Бангкока. Там застряли несколько тысяч туристов из разных стран. Авиакомпания Тайр Эйвэ Эйрвейс накануне отменила десяток рейсов в Европу. Но в четверг перевозчик получил наконец разрешение на пролет через воздушное пространство Китая. Так что иностранцы потихоньку начинают разлетаться по домам.